Наверное, в жизни каждого коллекционера случаются разные курьезные, интересные случаи. Я не исключение. У меня тоже есть пару таких историй. Сегодня я вам их поведаю и заодно, конечно же, покажу еще парочку интересных игр. Поехали! Не так давно на сайте BoingClan я нашел одну игру, которую давненько уже искал. Ninja Gaiden 3 Razor's Age издание. BoingClan, как я уже говорил в прошлом видео, это аналог Авито, что-то похожее. Там, где люди просто выставляют какие-то ненужные для них штуки, продают. И можно иногда выхватить что-то по интересной цене. И вот это был тот самый случай. Цена была просто практически бесплатна. Тем более, учитывая, что именно это издание Razor's Age довольно редкое и стоит дороже. Я, конечно же, сразу обрадовался. Начал переговоры вести. Сказал, что давайте беру, хочу отправить. Единственное, что я попросил сделать, это показать, ну, точнее, подтвердить, есть ли мануал, все ли в комплекте, есть ли мануал. И мне прислали действительно фотографию, показали, что есть мануал. Но вот за вот этот момент я был уверен. По фотографии я был уверен, что это, знаете, часто бывает наклейка сверху, ее плохо как-то отдирают, что остается такая вот штука. И я был уверен, что это та самая ситуация. То есть я вообще не переживал, я понимал, что отлично, это все ерунда, я просто поменяю коробку, либо смогу удалить. Но, к сожалению, когда я получил эту игру, оказалось, что испорчена именно обложка. То есть вот здесь просто на саму обложку бумажную что-то было наклеено, и потом это все вырвали с мясом, как говорится. И, к сожалению, случился вот такой вот облом. Наверное, некоторые из вас скажут, ну так и почему же ты сразу не спросил, что это за штука. Я вот вам как раз и расскажу одну такую историю. Была у меня ситуация, когда я нашел на том же Бонг Куэн, я нашел Metal Gear Solid 4, которое вот издание 25 лет, а не версия. Сейчас я вот здесь покажу вам их обложку. И, ну, собственно, тоже цена была отличная. Там человек продавал сразу 5 или 6 игр вместе, и среди них была вот одна Metal Gear. И, ну, в принципе, самое важное, самое интересное для меня было именно как раз Metal Gear. А все остальные уже можно было взять бонусом, в принципе, а можно было вообще не брать. То есть, по сути, они не имели такой большой ценности. Но поскольку цена была интересная за весь лот, я решил... Нет, нет, вру, не за весь лот, а просто в целом цены были интересные, низкие на них. Я все равно начал с человеком общаться, говорить, что вот мне интересно Metal Gear, плюс там еще была, по-моему, Финалка 10 в таком коллекционном коробочке. У меня на тот момент уже была обычная Финалка 10, но, естественно, в коллекционном виде. В общем, я начал переговариваться, вот так, мол, вот так, хочу вот эти две игры. Человек согласился, сказал, что да, без проблем, цена была отличная, все. И потом я начал думать, что... Потому что на фотографиях были просто вот так вот они не открыты, ничего. Просто фотографии, где они, все диски лежат одной толпой. И я тут, конечно же, засомневался, потому что я знаю, что в Metal Gear помимо мануала еще должен быть плакат. Ну и, конечно же, ну, мне стало интересно. Я написал человеку, мол, не могли бы вы проверить, есть ли там внутри комплект, все, мануал, плакат, постер. И вот тут случился облом, потому что человек, видимо, выставляя их первый раз, видимо, он не знал в принципе, что это, сколько стоит, какой из дисков там редкий, какой нет. И он просто увидел там где-то среднюю какую-то стоимость, почем их продают в основном, и выставил. А после моего вопроса, видимо, возможно, он вообще даже не знал, что там есть постер еще какой-то. Но после моего вопроса, видимо, он понял, что что-то в этом интересное есть. И он просто полез куда-то там на ebay, посмотрел, почем их продают. И потом в следующем сообщении мне выставляют такую штуку, что, мол, да, все комплект, но цена теперь 45 евро за этот, за эти две игры. И я так, конечно, немножко подобломался, понял, что теперь уже, наверное, сложно будет человека переубедить. Но я еще попытался там пару раз. В общем, суть в том, что, как видите, иногда немножко опасно. Может быть, если бы я сразу сказал, да, все отлично, беру, человек бы не стал ничего проверять, никуда смотреть. Просто отправил бы мне их за те копейки, за которые он изначально их продавал. Но потом, и таким образом, Metal Gear мне не достался. И вот в данной ситуации я не стал рисковать именно по этой причине. По вот этому моему опыту я подумал, что, то есть там реально 2 евро за эту игру просил человек. А вы понимаете, что 2 евро, ладно, там за стандартную какую-нибудь Call of Duty Resistance или что-то еще, 2 евро это нормальная цена. А за Razor's Edge это очень дешево. То есть их в среднем продают, ну, меньше 10-12, наверное, сложно вообще увидеть. Так что вот такая история с этим Гайденом. Следующий момент, о котором я хотел бы с вами поговорить, это Resistance. Наверное, те, кто более-менее коллекционирует и соображает, скажут, что интересно в этом Resistance, что ты решил его вдруг показать. Но, как ни странно, кое-что есть. Во-первых, ну, это тоже не секрет, ну, просто скажу для сведения, кто не знает. Во-первых, это самая первая игра, которая выходила на PlayStation 3. Она идет под номером BCES 4001, то есть 00001, самая первая игра. Но ситуация интересна не этим. Ситуация интересна следующим образом. Значит, вот существует обычное издание Resistance. Resistance в стандартной коробке, все стандартно. У меня в какой-то момент появилось вот такое издание. Полная трилогия, все три части в таком вот коробочке. Ничего примечательного, коробочек, скажем так, в среднем состоянии. Хотя, интересно то, что когда я его покупал, он был запечатан. То есть он был запечатан такими вот скотчиками просто здесь по бокам. Не как обычно бывает полностью пленкой залит, а вот просто заклеен. И я думал, изначально я думал, что это просто человек, у которого я его купил, он просто заклеил в какой-то момент. Но оказалось, что нет. Когда я открыл это издание, я увидел, что все три игры, они запечатаны полностью. Естественно, запечатаны с официальной ленточкой, соньковской. Все как положено. И, ну, я этому факту обрадовался, поскольку тоже взял недорого. И я подумал, что, ну, это же отлично, когда игры еще и запечатаны, это хорошо. Поскольку у меня есть, была на тот момент обычная игра, я не стал распечатывать эту. Посмотрел, и все хорошо. Но со временем я обратил внимание на номера. Сейчас я вам покажу крупнее. Вот здесь есть четыре номера на коробочке. И первый вопрос, да, почему четыре номера, а не три? У нас же три игры внутри. Но, наверное, мое мнение, это то, что четвертый номер, он идет уже на весь вот этот комплект. На, как бы, на трилогию, на издание. Поэтому у нее есть свой номер. Но это тоже еще не все. Потом, со временем, здесь на коробке, посмотрел, обычные номера, окей. Но со временем я обратил внимание, что на диске запечатанном, который из коробки, номер немножечко отличается. Стандартный, вот вы видите, что стандартный у нас идет под номером 4001. 4001, а этот идет под номером 4001. Слэш N. И вот этот момент, он интересный. Я точно не знаю, что означает это N. Именно для этого я вам и показываю. Ну, в том числе для этого. Я задавал же ребятам там в Инстаграме вопросы. Аники Сан сказал, что у него тоже есть, скоро он там собирается выпустить видос, в котором тоже есть какая-то непонятка с этими буквами. То есть, он тоже не знал точного ответа, что это означает. Поэтому я решил показать это в ролике. Может быть, кто-то из вас в курсе. То есть, если смотреть на коробки, они полностью идентичны, практически полностью идентичны, за исключением, вот как я уже сказал, номера. Ну, немножко цвет здесь отличается, буквально там оттенок. Здесь она немножко более темная. Ну, я могу подумать, что эта игра просто где-нибудь на солнце там полежала некоторое время, поэтому она немножко выцвела. Это не так страшно. Здесь вот отличие еще есть в том, что, как вы видите, на запечатанной из набора есть штампик такой. Вместо штрих-кода у него есть штампик, что не продается отдельно. Не для продажи отдельно. Внутри, к сожалению, я не могу ее посмотреть, потому что она запечатана, и я не уверен, что стоит ее распечатывать. Потому что, ну, я практически уверен, что внутри там тоже все то же самое будет. Возможно, только лишь с отличием номера на самом диске. Той же BCS01. КС01, наверное, там точно так же должна быть N. Не уверен, но я так думаю. В принципе, конечно, ничего страшного. При желании можно ее открыть, но пока не вижу большого смысла. Вот такая ситуация, такая история. Я надеюсь, что кто-то, может быть, из вас знает, в чем дело. По крайней мере, что означают вот эти буквы N. Я знаю, что есть еще игры, например, как она правильно называлась, 2D или 3D.Heroes. Есть такая игра, и у нее там вообще, у нее ее нет, но я видел в интернете, что там у людей вообще есть несколько, три или четыре варианта. Там буква N, буква C, по-моему, M. То есть, какие-то буквы, что это все означает. И там люди, коллекционеры, друг перед другом хвастаются. А у меня N, у меня M. Что это все значит? То есть, это пока загадка. Если кто-то знает, подскажите. Вот, собственно, в этом была суть. Кстати, совсем забыл сказать, что сегодня на страже у нас в роли секьюрити у нас Лара Крофтовна. Вот в таком виде, даже в двух видах, маленькая и большая. Я постараюсь в каждом ролике находить нового секьюрити для наших видосов. Но это так, бонус. Значит, следующим моментом, который бы я хотел показать. В первом, по-моему, ролике, если не ошибаюсь, я вам показывал фист Кена вот этого. И говорил, что вторую потом покажу. Ну, собственно, исполняю. Вот так выглядят обе части рядышком вместе. И я очень рад, что у меня есть обе части. Первая, в принципе, как я уже говорил, она довольно редкая. Вторая, еще более редкая. Мне ее пришлось побегать за ней. Более того, у меня, к сожалению, была ситуация, когда я нашел вот такую игру. Fist of the North Star Ken's Rage 2. Но в большом коллекционном коробке. Я вам тоже фотку добавлю. Как выглядела эта коллекционка. Она была клевая, большая. И, мало того, она еще была запечатана. Но, к сожалению, цена на нее была большая. И меня это смутило. Я долго думал. И пока я думал, его забрали. Потом я немножечко даже жалел. Думал, может быть, стоит. Но, в принципе, в итоге ничего страшного. Не взял, не взял. Что ж теперь. Зато есть хотя бы такая вот стандартная коробочка. Но вот так вот она внутри выглядит. Здесь цветной мануал. Цветные картинки. В принципе, в Б-карте нет никакого. С другой стороны, похоже очень на первую часть. Просто тоже там фоточки. Что примечательно, это обе европейки, как вы видите. Одного и того же региона. Но вот здесь, на боковушках, они отличаются. Как правило. Ну, не как правило. Наверное, я бы больше скажу. Часто встречаются европейки как раз вот с белым таким контуром. А американки, они чаще вот с цветными какими-то темными там вставочками. В данном случае обе европейки, но вот они, как видите, отличаются. И раз уж мы взялись за эту тему Кена, то, наверное, я вам покажу еще и... Я вам покажу еще, чтобы полный сет такой собрать, покажу вам и третью игру по Кену, которая у меня есть. Это тоже Feast of the North Star, Lost Paradise называется. Только, как вы уже заметили, она вышла на PlayStation 4. Собственно, вот таким образом собрался, скажем так, полный сет. Если, естественно, брать во внимание консоли PlayStation 3 и 4, то потому что они там на Nintendo, по-моему, еще есть какие-то игры. Я не очень хорошо о них знаю. Тема не совсем моя, поэтому... Хотя, конечно, если попадутся, наверное, я с удовольствием их возьму. Потому что вот, в принципе, Кен — это такая тема, которую я бы, наверное, хотел собрать побольше. Просто было бы даже интересно посмотреть другие игры по этой вселенной, что они, как они выглядят. Вот такая четверка. Это... В данный момент я вам показываю обычный диск. Кстати, диск в PlayStation остался. Вот это, да, я забыл. Что я хотел сказать? А, я хотел сказать, что вот это обычный диск. В принципе, вот в таком виде он продается, стандартное издание. Но у меня не стандартное издание. У меня издание, которое выглядит вот так. Это такая своего рода коллекционочка. К сожалению, на ней не написано, на самой коробке нигде не написано, как называется это издание. То есть, просто игра. Но вот в интернете, в магазинах разных и даже вот здесь на этикетке написано, что это Кенширо Эдишн. Ну, поэтому будем называть его Кенширо Эдишн. Я вам сейчас покажу поближе, что сюда входило внутрь. Здесь не так уж много наворотов, но все равно приятные приятности есть. Вот такая вот трехмерная... Не трехмерная, а как правильно называется? Стереоскопическая. Вот я забыл, как правильно называется. Голографическая, наверное. А может и нет. Не помню. В общем, картинка вот такая. Псевдо 3D эффект. Потом есть у нас четыре карточки таких. Тоже забыл, как они правильно называются. Как всегда, в нужный момент все вылетает из головы. Но я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем речь. Назовем их открытки. Пусть будет так. И плюс еще сюда входят несколько DLC-шек, бонусов каких-то. Точно не помню, что. Я их еще не использовал. Не смотрел. Да и игру, собственно, я пока с ней ознакомился. Там буквально пару часиков погонял. Немножечко по первой мне показалась она менее динамичной. Потому что первые они действительно были такие прям бодрые. А это немножко как-то ближе к РПГ, что ли, они стали ее делать. Ну, не знаю. Там вот эти разговоры в начале, буквально в самом начале игры, возле ворот, когда там нужно бегать от одного к другому, с каждым общаться, общаться. И пока ты всех не перебегаешь, ты дальше не пройдешь. Это немножко так вот странно. Но, в принципе, пока нормально. Пока я не могу ничего плохого сказать. Мне нравится. В целом, я очень доволен, что есть у меня такой сетик теперь из трех кенов. Это же клево. Движемся дальше. Меня в комментариях и в YouTube, и в Instagram, там ребят говорили, что почему ты показываешь только PS3. У тебя же есть PS4 тоже. Давай их включай. Ну, вот сейчас с кеном мы уже начали это. Я уже начал это делать. Потихонечку буду показывать иногда вам и PS4 издания. Проблема в том, что на PS4 игры у меня есть какое-то некоторое количество. Я точно не считал сколько. Но проблема в том, что они практически все стандартные издания. То есть, там ничего такого интересного. А вы, наверное, знаете, что на PS4 очень скучные издания выходят. В основном, бывают исключения, конечно, как вот Кен или Нина Куни. Там есть открыточки, тоже какие-то бонусы. А так, в основном, даже мануалов практически нет. Всегда идет. Хорошо, если идет вообще какая-то бумажечка. Иногда бывает, ты открываешь там просто пустая коробка, один диск и больше ничего. Но сегодня я вам покажу все-таки пару дисков на PlayStation 4. Один из них будет вот такой вот Batman. Коллекция называется Return to Arkham. То есть, в принципе, это переиздания такие HD-переиздания. Ну, хотя уже неправильно называть HD на PS3. Они уже были вроде как HD. В общем, грубо говоря, просто переиздание на новую платформу двух старых игр от Rocksteady. Это Batman Arkham Asylum и Batman Arkham City. Да, вот здесь именно две этих игры находятся. Плюс все плюшки, которые выходили на них. DLC-шки, бонусы. И здесь написано, что полностью пересобранная, использующая последние технологии Unreal. То есть, ну, там действительно выглядит все довольно красиво. Освещение чуть поменялось, там все симпатичнее. И внутри у нас помимо, вот видите, мануал, например, как выглядит на PS4. То есть, это буквально один листочек сложный пополам. И там это даже не мануал, а просто лицензионные соглашения какие-то. Но даже такой книжечки не всегда бывает. И здесь, что примечательно, здесь сразу два диска в одной коробочке. На одном Arkham City, на втором Arkham Asylum. То есть, все красиво, полные, большие издания. И почему именно эта коробочка мне еще интересна? Чем мне эта коробочка интересна? Наверное, кто-то из внимательных уже обратил внимание на вот этот значок. Я вам покажу его поближе. Я сначала не мог понять, что это за... Ну, то есть, написано, с другой стороны написано, что второй регион. То есть, по идее, это европейка. Но, как видите, здесь арабский шрифт, арабские буквы. Но потом я вот повнимательнее посмотрел на надпись внизу. Это не Peggy, а какой-то Gcam.gov.saGames. То есть, вот это SA в конце меня натолкнуло на мысль, что это Саудовская Аравия. Наверное, оттуда. Хотя могу ошибаться. Вот кто знает точно, что это, подскажите. Буду благодарен. Потому что, ну, интересно, откуда этот диск вообще приехал. То есть, наверняка, это не французское издание. Это кто-то привез его во Францию, а я уже его купил. Я покупал его бэушным, не новым, поэтому, ну, вот так вот. Интересно. Ну, знаете, такие мелочи, они тоже интересны. Они придают какого-то шарма. Казалось бы, просто обычная игра, обычный диск. А вот он уже приехал откуда-то издалека. Есть какая-то маленькая в нем история. Это всегда забавно. Кстати, по поводу истории, я вот помечаю себе на тетрадке перед записью, что нужно сказать. Какие-то моменты, чтобы их не забыть. И все равно постоянно либо забываю, либо не хватает времени. У меня здесь помечена еще одна история. интересная с того же сайта Бонг Куэн, который аналоговит. Но я повторяю, чтобы вам было понятно. Надо потом перестать повторять, наверное, со временем. Так вот, у меня там была история с одной интересной. Точнее, даже не у меня, а просто я был свидетелем маленькой истории, когда одна женщина, я уже потом, со временем, я уже точно узнал, что это женщина. Но суть не в том, а в том, что она выставила несколько игр. Кстати, там были довольно интересные. И она выставила так очень интересно, оценив их. То есть, она написала... Ну, сейчас я точных цифр не помню, просто к примеру вам приведу. Вот она выставляет 5 игр. И такая пишет. Каждая игра отдельно 20 евро, например. Грубо говоря, да, сейчас. К примеру, на самом деле там были другие цифры, я не помню. И она выставляет, пишет 20 евро отдельно каждая игра. А если вы хотите... А игр... Ну, грубо говоря, было 3 игры. Берем. Было 3 игры. Она говорит, каждая игра 20, а если все вместе, то 80. Наверное, вы уже поняли, да, в чем фишка. И я, когда это прочитал, я уже немножко так удивился. Думаю, какая-то логика немножко странная. То есть, если ты покупаешь отдельно каждую игру, то тебе это дешевле выходит, чем если ты берешь все вместе. Обычно, как правило, наоборот. Ну, такая странная история немножко. Я рассказал ее странно. Но на тот момент, когда я был ее свидетелем, было очень смешно. И еще смешнее стало, когда я понял, что это тетенька. У тетенек, у них своя логика, наверное. Я не знаю. Давайте перейдем к еще одной PlayStation 4 игре, которая называется Dirt Rally. И в данном случае у меня издание, которое называется Legend Edition. Эта игра есть и в обычном стандартном издании. И диск стандартного издания выглядит вот так. Но в данном случае это Legend Edition, в который входит еще и вот такой вот интересный Blu-ray-диск с документальным фильмом про Колина Макрэя. Собственно, человека, с которым связано, наверное, даже появление серии Dirt. Самая первая игра называлась Colin McRae Dirt. Я думаю, многие из вас об этом знают. Вот шикарная вообще серия. Я ее очень люблю. Я вообще очень люблю ралли. Я даже с Себастьяном Любом встречался. Вот вам тоже фоточку покажу на гонках. Хотел, очень сильно хотел, чтобы он сказал что-нибудь для канала. Какую-нибудь фразу прикольную я хотел потом вставлять. Это, ну, на самом деле, он просто показал вот так вот палец, убежал. Там за ним сложно было охотиться. У меня есть видос на французском канале, кому интересно. Там целых три серии, как я на гонках охотился, искал Себастьяна Лёба. И в итоге два раза его успел поймать. Фоток наделал, но по видео, вот фразы этой так и не удалось добиться. Но суть не в этом. Я отвлекся. Я люблю настоящее ралли. И люблю серию игр Dirt. В том числе и Dirt Rally. Dirt Rally это уже такое новое ответвление. Там все, как всегда, запутано немножко. Началась серия Dirt с игры Colin McRae. И Dirt, о которой я уже сказал, потом был Dirt 2. К сожалению, после, вот где-то в периоде между первой и второй частью, Colin McRae, он погиб, разбился на вертолете вместе с двумя детьми. Один его родной ребенок был и один друг его ребенка. Он любил там, ну, хобби у него было такое интересное. Он учился летать на вертолете. И вот что-то произошло. К сожалению, случилась такая вот трагическая ситуация. Colin McRae погиб. И после этого Dirt стал называться не Colin McRae Dirt, а просто Dirt. Возможно, вторую, я вот забыл, если честно. Возможно, вторая еще называлась Colin McRae Dirt. Да, 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 точно, точно, да, я помню. На обложке там есть Colin McRae Dirt 2. А вот третья уже, уже его имени не было. Ну, потому что, вроде бы как, он уже не участвовал. В первых играх он помогал, там какие-то советы делал, тестировал игры, то есть там участвовал. А в третьей уже, соответственно, нет. И потом появилось ответвление небольшое Dirt Rally, которое считается более хардкорной, такой, более приближенное уже к симуляции автомобиля. Хотя, ну, все относительно, конечно. Мне нравились и первые игры. Мне очень приятно было управлять. И первый Dirt я вообще, наверное, раз 10 прошел уже. Ну, так вот, периодически запускал, проходил, играл. Очень мне сильно оно нравилось. Второй, третий. В общем, все части я проходил с удовольствием. Все они мне нравятся. И последним фурором, конечно, было это вот в VR. Dirt Rally в VR, это прям пушка. Это то, от чего я зафанател. Там тоже курьезная очень ситуация случилась. Первой игрой, которую я купил себе, Dirt Rally, она была, здесь такая вот у нее ленточка, она была именно с версией VR. То есть, существует на диске, существует стандартная версия и существует версия VR. То есть, та же самая игра, но в нее как бы вшита возможность играть в VR. И первой игрой, которую я себе купил, он как раз была та самая версия. Потом, я не знаю почему, что мне стукнуло в голову, я ту версию на что-то поменял. Когда вот наигрался, поездил, там, она очень трудная, после Dirt Rally, она такая очень сложная игра, оказалось, ее прям нелегко было одолеть. И я ее поменял на что-то другое, уже даже не помню. Может быть, вышел четвертый Dirt, не помню. И потом пожалел об этом. И потом, когда я начал искать снова эту версию, а, нет, когда я купил себе шлем VR, да, точно, вот так оно и было. Я, мне VR на тот момент не было, я эту игру отдал. А вот, когда у меня появился шлем VR, мне захотелось, был момент, когда захотелось прям попробовать, что это за штука такая. И, естественно, я вспомнил за эту игру, я начал бегать по магазинам, и ее нигде невозможно было найти. Ни на сайтах, ни в магазинах, ни на бунквайне, на том же, на авито, на этом французском. Нигде я ее не смог найти. Мне пришлось купить обычную версию и в интернете, точнее, в PSN уже купить вот это платное DLC, которое открывает, добавляет, как бы, VR-возможности к обычной игре. То есть, получается, по сути, у меня теперь VR-версия, она есть только в цифре на PlayStation, а диск, вот он обычный. Позже я нашел вот такое издание, Legend Edition, вместе с этой штукой, и уже его я решил оставить себе в коллекцию. Ну, естественно, логично. Всегда хочется в коллекции иметь что-то такое более интересное, чем стандартная версия. Если существует что-то более интересное, то я всегда стараюсь именно это взять. Кстати говоря, если вы меня спросите мое мнение о шлеме VR, я считаю, это обалденная штука. Очень классная, очень интересная, совершенно новый экспириенс. По сути, на мой взгляд, это будущее видеогейминга, потому что, ну, ты находишься там. И вот Dirt Rally, это была одна из любимых игр для VR. Я прямо часами там ездил. И скажу вам, что игра трудная, просто на телевизоре она была трудной, но вот когда надел шлем, стало легче, я стал лучше ездить, просто стал водить. У меня на канале есть, если кому интересно, можете там листануть немножечко вниз. У меня есть ролики с того же Dirt'а и просто с VR'а. И, блин, это обалденный экспириенс. Единственное, конечно же, все-таки пока еще VR не совсем готов. То есть, качество пока еще желает оставлять лучшего. К сожалению, я попробовал этот шлем, поиграл какое-то время, потом продал его. Ну, вот как раз из-за этих причин, потому что, ну, не совсем все идеально, а цена на него приличная. И теперь я немножечко скучаю. Честно говоря, вот Dirt'а я бы еще погонял. Это тоже, кстати, одна из причин, по которой я продал. Потому что вот Sony, не знаю, зачем они так делают, но они выпускают специально под VR игры. И, по сути, из гонок, я считаю, гонки в VR'е это вообще идеально. Там была у меня версия еще Grand Tourism, можно было в VR'е попробовать. Но, опять же, не полные, не кампании можно было проходить полностью в VR'е, а только специальный раздел. Там несколько машин, несколько карт, на которых просто можно было покататься там вдвоем максимум две машины. Это, конечно, вот это минусы. Но в целом, VR для гонок, да и просто VR, это очень-очень интересная штука, очень классный экспириенс. Я вам, если у вас есть такая возможность, очень советую хотя бы просто распробовать. Не то, чтобы там, знаете, в магазине где-то сесть. Желательно, конечно, если у вас есть у знакомого, попросить там на несколько дней посидеть, попробовать, потому что это очень-очень интересная штука. И вот Dirt конкретно на Соньке это один из лучших, наверное, на данный момент представителей для того, чтобы вот... Ну, действительно, ты сидишь в машине, действительно, ты поворачиваешь голову, с тобой сидит рядом твой копилот, твой штурман. И ты чувствуешь как-то... Вот ты едешь, ты чувствуешь машину, ты чувствуешь, как она входит в поворот. На телевизоре это совсем другие ощущения, поэтому это очень круто. Возможно, если удастся, если найдется, где-то попадется VR бэушный подешевле, наверное, я его снова возьму. надеюсь, к пятой Соньке может быть, они выпустят новую версию. И самое главное, на что я надеюсь, это то, что они сделают как-то так, чтобы все игры, больше игр, даже тех, которые обычные, чтобы они как-то вот имели... Как на компьютере, грубо говоря, там могут прикрутить к шлему виртуальной реальности, могут прикрутить в принципе любую игру. И там гораздо больше игр, те же там гонки, и ассета Корса, и Project Cars, и еще те же Dirt, то есть как-то там больше возможностей. А на Соньке, по сути, получается игр меньше намного. Но сам по себе шлем, он удобнее, не нужно вот эти вот расставлять там, как на других шлемах, расставлять по комнате. Он более такой дружелюбный к пользователю. Ладно, отвлекся я опять. Наверное, каждый коллекционер в душе немножечко такой гик. Это модное слово сейчас. И я один из них. Конечно же, я интересуюсь не только играми, в том числе вот фигурки тоже мне нравятся. Но есть еще одна тема, комиксы, которые я люблю с детства. И в принципе для нас в нашем детстве это было что-то такое новое. В моем детстве комиксы они вот буквально только начали появляться, настоящие, американские, особенно с различными там супергероями. Конечно, насколько я помню, комиксы там с Бэтменом или с Спайдерменом в начале очень сложно было найти, они официально не выходили. то есть первый комиксы, которые у нас начали появляться, это я помню там Бамси, Утины Истории, что-то вот в этом духе. Но на самом деле мне повезло и в моем детстве самым первым моим комиксом, настоящим комиксом, который я подержал в руках, это был Бэтмен. Бэтмен, детектив, что-то там детективная серия, очень старый, такой, олдскульный еще. И прикол в том, что он был именно настоящий, то есть он не был напечатан в СНГ или тогда еще в Советском Союзе. Там просто у моей матери была знакомая, которая ездила за границу, и вот она там привезла своим детям, помню Бэтмен, я помню, на него смотрел с таким, ну это сложно передать эти ощущения. Сейчас, наверное, детей сложно удивить чем-то таким. Они понимают, что, а, ну да, какой-то новый комикс или новая фигурка или новая игра, ну, окей. А тогда для нас это же было что-то невероятное. Ты смотришь настолько красивые, стильные картинки, и плюс еще там что-то, какой-то экшен происходит. То есть это было здорово. И поэтому я люблю комиксы. Я их не скажу, что я их коллекционирую очень плотно, но я люблю иногда интересные какие-то штуки я себе приобретаю. Все-таки какое-то количество у меня имеется. И вот вот этот данный комикс, он интересен тем, что он 75-го года выпуска. То есть оригинальный Марвел был издан в 75-м году, а переведен и издан во Франции уже он в 80-м, если я не ошибаюсь. Да. Вот здесь есть эти надписи. Я сниму их крупно, вам покажу. 75-й и 80-й уже во Франции вышел. То есть конкретно получается вот этой книжечке ей 40 лет. И это круто. А истории, которая была придумана, нарисована получается 45. То есть вот в этом есть свой кайф, конечно. Я такие вещи очень люблю. Это просто приятно держать в руках что-то такое, что имеет большую историю. То есть это практически мы сверстники одного возраста практически с этой книжечкой. Сколько же она повидала, где же она побывала, сколько людей ее держали в руках, где на каких полочках она лежала. Это очень круто. Я люблю, обожаю такие вещи. И более того, у этого конкретно комикса еще есть дополнительное уже моя личная история. Прикол в том, что я его не покупал. Этот комикс я не покупал. наверное, будет сейчас звучать немножко странно, но я его, можно сказать, нашел на мусорнике. Хотя все не так печально, как может показаться. В общем, суть в том, что я одно время работал здесь уже во Франции. Я работал водителем грузовичков маленьких. Почему во множественном числе? Потому что у нас не был привязан к каждому водителю один грузовик, а их там у нас было около десяти и менялись. Водители у них менялись. То есть постоянно, грубо говоря, под задачу выдавался либо маленький какой-то бусик, микроавтобус, либо там уже более серьезный грузовичок. я вам тут наверное сейчас может быть фотографии покажу какие-то с этой работы. Так вот, работа заключалась в том, что мы собирали скажем так макулатуру, картон там разный по предприятиям, по магазинам. Грубо говоря, ездили, собирали и потом отвозили на большую переработочную базу, где перерабатывают этот самый картон. И помимо картона другой мусор тоже. Мусор, который три здесь называется. здесь есть ящики мусорные, в которые нужно бросать вот, грубо говоря, в один ящик только пластик, в другой ящик только картон. И то же самое происходит на вот этих перерабатывающих сортировочных станциях, скажем так. Туда свозят со всего города, грубо говоря, в одну кучу складывают картон, другую кучу там журналы, газеты, бумагу какую-то, в третью там пластиковые бутылки, их потом прессуют в квадрат, в квадраты в такие большие отправляют. в общем, это целая индустрия большая. Суть в том, что иногда я там просто видел в этих горах бумаги, видел интересные очень штуки. И вот этот журнал я нашел тоже среди выброшенных каких-то других журналов. Ну, естественно, поскольку я люблю комиксы, на него обратил внимание, а потом, когда начал рассматривать, оказалось, что он с 75-го года, что еще более. В общем, такая тоже у него есть маленькая история у этого комикса, что добавляет ценности, что ли, моей личной ценности в коллекции. Это было прикольно. забавно то, что не только один этот комикс я там находил, я находил еще из кинотеатров выбрасывали огромными пачками афиши настоящие большие. У меня висит в другой комнате афиша. Она, по-моему, 2 метра в высоту и там что-то полтора метра в ширину. То есть, это огромные большие афиши. В том числе, вот это все, что вы видите за мной все эти странички из журналов. Я вот вам их даже сейчас покажу. Это тоже оттуда вот такие вот старые журналы. Это 92-го года, например, журнал о фильмах. Здесь, в данном случае, Каннскому фестиваль 92-го года посвящен. Это вот обычный номер. И у меня таких журналов много. Они настоящие, старые, тех времен. здесь даже еще цена указана не в евро, а во франках старых. То есть, старые рекламы сигарет в том числе, Мальборо и тому подобное. То есть, старые фотки, старые статьи про старые фильмы. Я думаю, ну, не знаю, тот, кто фанат вот этого всего ретро-става, кто также ловит ностальгию, я думаю, он понимает, почему я себе брал вот такие штуки, потому что, блин, это клево. И из них, из каких-то журналов я вырезал какие-то там картинки себе просто на стенку накидал, потому что это прикольно. Может быть, когда-нибудь устроим с вами стрим, не знаю, в котором будем рассматривать вот старые журналы 90-х годов и заодно общаться. Покажу напоследок еще вот такой вот экземпляр. Это просто книжечка «Бегущий человек» по Стивену Кингу, ну, точнее, не по Стивену, а Стивена Кинга со Шварцем на обложке. Книжка сама не настолько старая, но все равно сейчас где-то тут был 82-й год Ричард Бахман, то есть сам Стивен Кинг ее написал и издал в 82-м, а уже во Франции перевод в 88-м году был сделан. Здесь нет никаких картинок, здесь просто текст, это просто книжка. Конечно, то еще удовольствие на французском читать, это нелегко. Я еще не настолько хорошо владею французским языком, то есть читать это тяжеловато. Комиксы еще окей, там можно прочитать, и это несложно, а вот с книжкой уже посложнее, но тем не менее просто вот взял почему-то не прошел мимо, решил себе взять такой вот экспонатик. То есть, как вы понимаете, есть в жизни в другой стране есть свои и плюсы, и минусы, то есть с одной стороны можно увидеть что-то такое что было здесь в 80-е и 70-е годы, что уже здесь было, а в Советском Союзе естественно таких вещей найти было невозможно. с другой стороны есть минусы того, что это все-таки не мое детство, это все-таки не моя личная ностальгия, это больше уже что-то такое общее. здесь конечно к сожалению я не могу найти то, что лично меня в детстве касалось, как я уже сказал, те же там например рутинные истории комиксы или там Бамси черепашки-ниндзя что-нибудь там такое, что для нас в детстве было круто, но все равно какая-то своя история, какая-то своя фишечка в этом есть мне такие штуки очень нравится собирать если пишите вам если вам интересно я буду не только про игры а буду и вот про такие штуковины тоже рассказывать показывать делиться может быть какими-то воспоминаниями я помню в моей молодости такие книжки появились наверное не знаю точно не помню в 90-м может быть году может быть чуть позже серия была такая называлась бестселлеры Голливуда вот я их тогда очень любил я их собирал помню у нас союз печать недалеко была я ходил покупал их читал одну книжку я вообще просто это был рекорд наверное Робокоп 3 как сейчас помню пришел купил у них появился новый Робокоп 3 я ее там в обед наверное купил и к вечеру я ее уже уже прочел она уже закончилась это было здорово ну такая своя история вот такие вот интересности на мой взгляд надеюсь они вам тоже были интересны я с ними ими сегодня с вами поделился пишите пожалуйста в комментариях кстати хочу сказать большое спасибо всем тем кто отозвался кто написал в комментариях свое мнение кто так хорошее пожелание мне оставил они это клево они мотивируют как-то дают больше настроения заряда такого что ли на то чтобы продолжать большое спасибо всем всем кто написал не останавливайтесь продолжайте писать мне это очень интересно читать стараюсь отвечать абсолютно на все комментарии и наверное на этом все сегодняшняя доска как я ее называю заканчивается и увидимся в следующих видосах всем пока субтитры